Доброе утро! В эфире новости с вами Владимир Токмаков и перейдем к выпуску. Алтайская делегация побывала на Минском моторном заводе. Это одна из крупнейших промышленных компаний Беларуси. Виктору Томенко продемонстрировали модели двигателей, которые работают на топливной аппаратуре Алтайского завода претензионных изделий. Также главе региона показали дизель-генераторную установку. Виктор Томенко самостоятельно запустил агрегат и оценил работу. На Минском тракторном заводе делегации показали современные модели тракторов и работу конвейера. Кстати, одна из машин трактор, который в этом году представят в качестве учебного оборудования для студентов АГАУ. Отмечу, около 40% всех тракторов, которые наши сельхозтоваропроизводители используют во время полевых работ, с конвейера МТЗ. Также делегация посетила музей завода. За всю историю выпущено более 4 миллионов тракторов. АЗП и Минский моторный завод сотрудничают более 20 лет. Свою продукцию наше предприятие начало поставлять в 1997 году. Отечественные детали вытеснили импортные аналоги. Годовые поставки осуществляются в объеме 2,5 миллионов долларов. Сотрудничество расширяется. Практически все двигатели Минского моторного завода комплектуются форсунками Алтайского завода инцезионных изделий. Данный двигатель устанавливается на трактора МТЗ, погрузчики МКОДОР и другую спецтехнику. В настоящее время мы практически не используем импортные форсунки, только Алтайский завод инцезионных изделий. И в настоящее время прошли первые поставки серийной топливной аппаратуры азыковины. Выставка-ярмарка «Чудики» вновь пройдет в сростках в рамках шукшинских дней на Алтае. 27 июня 40 российских мастеров представят свои работы. Заявки подавали 106 ремесленников, но отбор прошли меньше половины. Это мастера из республик Алтай и Калмыкия, Алтайского и Красноярского краев, Ханты-Мансийского автономного округа, Кемеровской, Амурской, Новосибирской, также Курганской, Саратовской, Омской, Калининградской, Воронежской областей. Участники представят платки, платья, аксессуары, светильники и декоративное панно. Также на выставке будут скульптуры из коряк с берегов Аби. Самого сильного человека Алтайского края определили в Барнауле. На это звание претендовали 10 атлетов. Соревнование богатырей провела региональная федерация силового экстрима при поддержке общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество». Я скажу честно, в Алтайском крае одни из самых сильнейших спортсменов России и по силовому экстриму, и по пауэрлифтингу. Наша федерация максимально создаст, скажем так, все условия для того, чтобы был правильный тренировочный процесс, чтобы были правильные соревнования, которые делали бы определенные средства выявления сильнейшего. Спортсмены соревновались в нестандартных упражнениях. Тяжелоатлетическая эстафета, метание мешков 16 и 20 килограммов через 4-метровую планку, удержание 24-килограммового молота на вытянутых руках и поднятие камней «Атлас». По итогам состязаний третье место занял Дмитрий Большаков, серебро досталось Илье Кафанову, а обладателем титула самого сильного человека Алтайского края стал Сергей Потехин. Он представит наш регион на чемпионате России по силовому экстриму. Спорт – это номер один в продвижении жизни. Занимаешься спортом, здоровый дух, здоровое тело. Поэтому я выбираю и советую людям заниматься спортом. На этом у меня все. Желаю вам хорошего дня и не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова